Дорогие друзья, еще один маленький нюанс, когда мы накрываем простынью человека, но во-первых, чтобы он не замерз, пока мы обрабатываем другие части тела, я предлагаю сделать это все оперативно, чтобы были интерфереми, там всякие разворачивания простыни, поэтому я их складываю пополам и накрываю вот так, или вот так. Когда мы обработали вот эту часть тела человека, я просто эту половинку разворачиваю и накрываю основную часть. Если он полностью лежит обнажен, у нас человек, то тоже можно раскрыть просто достаточно быстро. Она у вас сложена втрое, в четверо, вот так вот. Есть легкий способ показывать, как это сделать. Берем за два кончика, там, где у нас складочки есть, да, и раскрываем ее вот так вот в длину. Сразу, видите, накрывается человек полностью. Или, если этого не хватает, то можем сделать вот такое движение. Опять берем за два кончика, уже вот из уголки, и раскрываем широким хватом. Фокус не удался с первого раза. Так, еще раз показываю. Вот она у вас была сложена пополам. Берем за два кончика, да, раскрываем и поддуваем, как бы поднимешь, чтобы вот одним движением накрылся человек. Ту, если сейчас мы переходим к ногам, например, да, то, соответственно, противоположную ногу чуть-чуть доставляем в сторону, укутываем ее простынью, укутываем обработанные участки тела, чтобы они не оставали простынью, желательно уже полотенцем, подогретым или одеялом накрыть. Специально есть даже такие нефритовые одеяла продаются, ну, это для изысканных пользователей, так скажем. И вот обнажаем ту только часть, с которой мы будем работать. Соответственно, в данном случае от ягодицы до пальчиков в стол. На этом все. В следующем ролике расскажу еще кое-что интересное.